Когда мы уже, нас уже из автозака выводили, мы увидели, что мы в советском РУВД. Нас всех расположили во дворике, еще было около 50 человек в этом дворе. Всех поставили у стенки на растяжку. После часа или полутора часов у стенки до меня дошла очередь, и меня попросили пройти в РУВД. Я не знала, в каком я статусе нахожусь, я не знала, вообще, что очень было сложно понять, что происходит, и почему я должна сдавать отпечатки пальцев. Отвели снова в отбор на улицу, где я еще простояла около трех часов. Повторно пригласили пройти, завели на третий этаж. Там были только представители правоохранительных органов, причем они все были без жетонов, никто не представлялся. Их было около 10 человек. Я понимала, что сейчас нарушается, ну, это все, что происходит сейчас, это незаконно. И поэтому просто так облегчать им задачу и делать это добровольно мне не хотелось. Поступил приказ придерживать, сам взял меня за плечи, под ножки и просунул свою ногу мне на колени и начал меня выпрямлять. Один у меня держал руку сзади, другой у меня держал вот эту руку и выпрямлял ее, третий за кисть, чтобы я не сворачивала ее. Ну и поскольку я зажимала руку, сначала не мог подобраться и просто он нашел способ подковыривать палец за ноготь и за ноготь вытягивать. Это очень больно, это как заживое. Я еще даже не успела понять, что у меня сейчас будут фотографировать. Меня уже схватило несколько сотрудников. Меня держали по рукам и ногам, чтобы я не отворачивалась. Вот этот главный начальник взял меня вот здесь за затылок, за волосы и направлял лицо в камеру прямо, чтобы я не отворачивалась. Я говорила, кричала, что мне больно, что вы делаете все это не по процедуре, что вы сейчас нарушаете закон, что вы не правы. Но я ничего в ответ не получала, кроме насмешек. Куча оскорблений по поводу того, что зачем тебе это надо, сидела бы ты лучше дома, куда ты лезешь, у тебя промытые мозги. По итогу мы там провели около 8 часов и я вышла уже с двумя протоколами за то, чего я вообще не совершала, с откатанными черными руками.